Седьмой класс, первая серия. Числовое выражение. Числовое выражение – это запись, состоящая из чисел, соединенных с знаками арифметических действий. Сложение, вычитание, умножение, деление – это арифметические действия. Пример числового выражения. Если выполнить указанные действия, то получится значение числового выражения. Так, первое действие. Результат первого действия – 5. Результат второго действия – 28. Третье действие – сложение – 33. И вычитание получается 23. Итак, 23 – это значение числового выражения. Это то число, которое получится, если в числовом выражении выполнить указанные действия. Числовое равенство. Это два числовых выражения, соединенных знаком равенства. Первое числовое выражение. А это второе числовое выражение. Если значения левой части и значения правой части совпадают, то тогда равенство называется верным. Так, данное равенство является верным, потому что значение выражения левой части равенства получается 10, справа тоже 10. Это верное числовое равенство. Порядок выполнения действий. Значит, все действия бывают первой ступени, второй, третий. Первая ступень – это сложение и вычитание. Вторая ступень – умножение и деление. Третья ступень – возведение в квадрат, в куб и вообще возведение в степень. Так вот, в первую очередь в числовом выражении выполняются действия третьей ступени, затем идут действия второй ступени и затем уже действия первой ступени. Если выражение не содержит скобок, то тогда порядок такой, как я только что назвала. Сначала третья ступень, затем вторая, а затем первая ступень. Действия одной и той же ступени выполняются в том порядке, как они записаны, слева направо. Давайте рассмотрим вот такое числовое выражение. Итак, есть квадрат числа. В первую очередь надо выполнить действия возведения в квадрат. 5 в квадрате – это 25. Затем выполняется действия второй ступени. Сначала умножение и потом деление. Ну и самое последнее действие – это сложение. Это действия первой ступени. Значение числового выражения – 79. Если же выражение содержит скобки, то сначала выполняются действия в скобках. Вот второе числовое выражение содержит скобки. И в первую очередь надо выполнить действия в скобках. В скобках сначала выполняется действие второй ступени – деление, и только потом сложение. Затем, когда выполнено действие в скобках, здесь получится 12, выполняется умножение и затем уже вычитание. Значение данного числового выражения – 5. Если вычисляется значение дроби, сначала надо выполнить действия в числителе дроби, затем в знаменателе дроби, а затем числитель разделить на знаменатель. Итак, значение числителя – 9. Значение суммы – 9. Знаменатель – значение 3. А теперь надо 9 разделить на 3. И значение дробного выражения – 3. Если выражение содержит скобки, которые заключаются внутри других скобок, в первую очередь выполняются действия во внутренних скобках. Значит, вот в этих скобках содержатся еще внутренние скобки. В первую очередь выполняются действия во внутренних скобках. Надо сначала выполнить действия сложения. Здесь будет 9. И только после этого уже выполняются действия в этих скобках. Ну, а затем, когда действия в скобках будут выполнены, надо выполнить сложения. Значение данного числового выражения – 8. Продолжение следует...